Иисус Христа И, кстати, в украинском так и называется это день неделя Но мне очень нравится, то есть тот день, с которым начинается неделя Но мне очень нравится, как в русском языке, конкретно, четко и ясно говорится воскресенье Я вчера говорил вечером, что это действительно одно из имен нашего Господа, нашего Искупителя И вчера я цитирую как раз это место из Писания, Евангелие от Иоанна 11, 25 Написано, я есм воскресенье и жизнь Воскресенье и жизнь И он дальше говорит, что верующий в меня, даже если умрет, оживет Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Благословен ты, Царь всей Вселенной И из книги «Песни песней» 6 глава Шир Гаширим, «Песни песней» 6 глава начинается такими словами Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин Куда обратился возлюбленный твой, мы поищем его с тобой Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии Я принадлежу возлюбленному моему и возлюбленный мой мне Он пасет между лилиями Прекрасно ты, возлюбленная моя, как фирца Любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня Здесь обращение к ней, потом ее обращение и обращение уже снова к ней, только уже возлюбленного Удивительно, книга любовников, книга возлюбленных Песня песней, в книге всех книг есть песня всех песней И это песня любви Друзья, потрясающая песня, потрясающая книга Хотя она, конечно же, странная во многом с точки зрения теологии, да, и еврейской, и христианской Конечно, она странна тем, что там вообще нет имени Всевышнего Бога Не указано, да То есть, тетраграмматон, то, что мы называем Четыре от тех самых сокровенных буквы Ют-Хей-Вав-Хей То есть, которые обычно в русскоязычном мире мы читаем как Яхвы или Иегова Имя создателя А в книге песни песней, вот, исключение, нет этого имени Всевышнего Бога Есть еще, конечно, похожая тоже странная такая книга в Библии Это книга Магеллата Стер, книга Исфири Но в книге Исфири хотя бы образно, гадательно, но имя Всевышнего прослеживается Вот, и, но в книге песни песней никак нельзя найти даже вот намек на имя Всевышнего Бога Вот, и в этом странность для книги Библии Это очень странно, конечно Вот, и, знаете ли, но с древнейших времен, на самом деле, с самых незапамятных времен И в еврейской традиции богословской И уже потом в правоприемственности такой, в христианской теологии Принято видеть и как бы узнаваемо в этой книге Любовь не просто мужчины и женщины Да, на примере любви мужчины и женщины Женщины и мужчины Здесь, да, удивительная любовь описывается Но на этом примере видится всегда Всеми верующими взаимоотношение души человеческой и создателя нашего Да, Бог и человек, человек и Бог Поэтому вот одним словом книгу «Песни-песни» можно назвать как «Богочеловечество» «Богочеловечество» и «Человека Божие» Удивительная, конечно, книга Да, и на примере взаимоотношений и любви мужчины и женщины Конечно же, с незапамятных времен Видели как вот Взаимоотношение, пример, да, образ взаимоотношения человека и Бога Бога и человека А также и народа Божьего с Богом И Бога со своим народом Человеческого рода Разные есть представления, что эта книга так вот образно, гадательно открывает нам Вот и вот этот стих, третий стих, шестая глава, третьим стихом Что я пролежу возлюбленному моему Возлюбленный мой мне Они ледоди, ведоди ли И вот эти слова из книги «Шир Гаширим» «Песни-песней» Шир пение, да? Шир, аллилуйя Шир, аллилуйя То есть пой, аллилуйя Пою я, аллилуйя Вот это «Шир» пение Вот значит «Шир Гаширим» «Песни-песней» Песни всех песней, песни любви Самая великая песня на планете Самая великая песня на всей земле, во всей вселенной Это песня любви Слава Богу И вот этот шестой главы Третий стих С самых древнейших времен, еще до пришествия Машеха До Рождества Христа, как мы говорим Виделся мудрецами разных школ богословских Как вот некий золотой стих Тот стих, который открывал бы Открывает нам как бы всю Тору Пророков, Писания Все книги еврейские, пророческие, поэтические Все-все-все книги И удивительно Вот я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой мне Это вот в этом все Действительно в этом все Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идет, Господь грядет Царь возлюбленный грядет Вот он идет, Господь грядет Мой возлюбленный стучится Отвори, сестра моя Время пения настало Голубица чистая Вот он идет, царь мой грядет Мой возлюбленный грядет Вот он идет, Бог мой грядет Мой возлюбленный грядет Гряди, Господи Иисусе, слава Тебе Слава Тебе и хвала, Бог Всебогущий Слава, слава, слава Аллилуйя Слава Тебе Аллилуйя, 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 Аллилуйя И однажды стихи эти, вот дальше там написаны как раз после третьего стиха А вот пятый стих Уклони очи твои, шестая глава, песня песней, пятый стих Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня Я помню однажды, это было давно еще, в 97, нет, 98 уже году Я ехал в Днепропетровск тогдашний, вот проповедовать в одну из церков Меня пригласили, Песятническая церковь или Харизматическая Ну, короче, одна из протестантских церквей, я не помню даже какая церковь пригласила меня Вот, по-моему, новое поколение, по-моему, как раз вот такая, ультрафаризматическая такая Вот, и мои друзья, да, значит, и я с удовольствием поехал проповедовать И приехал рано утром, так что, ну, поезд приезжал рано То есть, получается, до служения у меня несколько часов еще было свободных Вот, и я был в комнате один, сидел в кресле Пересматривал конспект, вот, что я готовил проповедь Поделиться на служение Словом Божьим, свидетельством Пересматривал все, значит, там, местописание пересматривал И благодарил Бога за все, молился Вот, у меня время много еще свободного И я, сидя в кресле, возьми ты и скажи Вот, что, ну, то, что было на сердце, одним словом То, что у меня было, вот, внутри А внутри было, в общем, так, хорошо Шалом, одним словом, такой был И я сказал ему об этом Я сказал ему папочке Я сказал, что мне так хорошо с тобой, говорю Мне так хорошо И вдруг мой монолог превратился в диалог Тихий голос, как будто моя мысль говорит мне А мне еще лучше с тобой Я там чуть не упал Если бы не кресло, в котором я сидел Наверное, бы грохнулся, точно бы Потому что это было настолько неожиданно Это было нежно, тихо Как будто моя мысль Но это явно не моя мысль Это было настолько внезапно Но Господь без всякого предупреждения Порой так вот, действительно, не знаешь, откуда приходят, куда уходят Так бывает со всяким рожденным от духа Интересно Вот, значит, и И я, честно говоря, до того Вот так серьезно, сильно не задумывался над тем Значит, что же чувствует он, мой папа Когда я с ним общаюсь Бог мой, когда я говорю к нему Вот, и я думал, подумывал потом Что этим утром у него наверняка было Еще с кем более приятно провести время Нежели со мной Но его, оказывается, волнуют Даже мои глаза, когда я смотрю на него Когда я обращаюсь к нему Глаза веры моей Да, значит, души моей Они волнуют его Приводят в смущение Это потрясающе Потом, когда я перечитывал книгу «Песни песней» Я обратил на этот стих как раз внимание Пятым стихом, да, точно Вот, значит, и, конечно же, вот тот самый стих Что Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой мне Потрясающе Мы принадлежим друг другу И ничто не разлучит нас Ничто не разлучит нас Это потрясающий союз любви Как я там записал однажды в стихотворении Давно уже, еще раньше Как наш союз любви прекрасен Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе за доброе утро Благодарю тебя, Господь Боже всемогущий За это прекрасное утро Боже За эту возможность К моим братьям, сестрам говорить Делиться сокровенным Делиться словом твоим Делиться откровением Благодарю тебя, Господь За это время Удивительной благодати твоей, Господь Время интернета твоего Время, действительно Вот этого небывалого Неслыханного доселе Распространения Истинное распространение Слова твоего Боже Это потрясающе Это удивительно Это чудесное время, Господь Спасибо тебе, спасибо Это великая честь И великая ответственность Жить в это время Ты мог бы поместить нас В другие эпохи Мы могли бы родиться И в средневековье И в древнем мире В разных народах Континентах, странах Но ты поместил нас сюда Сейчас Жить здесь В этой эпохе Боже И это великая честь Это великое привилегие Наши души Опустились с небес Именно в эту эпоху В этот поток временной Именно в этот В этот отрезок времени Спасибо тебе, Господь Спасибо И наши пути пересекаются Жизненные Боже И благодарю тебя За всех Кто смотрит сейчас Эту онлайн Трансляцию И за тех Кто потом В записи будет смотреть Эту трансляцию Боже Благослови Во имя Иисуса Христа Благослови, Господь Боже Благословляю Свою семью Сейчас благословляю Супругу свою Инну Сергеевну Благословляю Детишек наших Внуков наших Котов наших Всех наших Благословляю Благодарю тебя, Господь За Собор Который Сегодня Вот уже Через Там Два с половиной часа Ну через три часа Так Начнем Спасибо тебе, Господь Спасибо Спасибо за братьев Сестер Спасибо тебе за Андрея Который уже Я думаю уже приехал Боже За всех братьев Которые приезжают Боже, спасибо Благослови, Господь Во имя Иисуса Христа Слава тебе Благослови Израиль Благослови Иерусалим Боже Своё духовное пробуждение Пошли на землю святую Боже, слава тебе Благослови, Господь, Киев Здесь на берегах Днепра Хайлуная песня Иисусу слава Иисусу слава Аллилуйя Марина пишет Без любви Всё Чернобилы Солнце гасно И в душе пустота А в любови Всё Расцветает Расцветает Аллилуйя Аллилуйя Дякую Богу Аллилуйя Благослови, Господи Боже Всю нашу истрадавшуюся землю Все народы И племена Боже, благодарю Тебя, Господь За пробуждение Здесь в Украине Благодарю Тебя, Господь За всё За всё Аллилуйя Иисусу слава Иисусу слава Иисусу слава Иисусу слава Песня Иисусу слава Иисусу слава Иисусу слава Иисусу слава Вся земля Так довго На этот день Чекала Коли лине З неба Чистий Сильный Дождь Коли Солнце Правди Субтитры делал DimaTorzok Нам даруй ріки вічного життя Ісусу слава, Ісусу слава Лунає пісня над схилами Дніпра Ісусу слава, Ісусу слава Співає вільна Україна Ісусу слава, Ісусу слава Люди України, люди всіх народів Підіймайте руки, прославляйте Сина Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю Розірвав кайдани, Він достоин слави Ісус Христос Ісусу слава, Ісусу слава Лунає пісня над схилами Дніпра Ісусу слава, Ісусу слава Співає вільна Україна Ісусу слава, Ісусу слава На віки, на віки Алілуя, Алілуя, Дякую Боже мій Дякую Пане мій, Царі мій Ісусе, Ісусе кохане мій Заспіває моє серце знов про Тебе Про ясного щодав мир і щастя нам Про Твою безмежною любовь Вся слава Тобі, Вся велич Тобі І Ти один гідний, Хвалу всю прийняти Ти цар над царами, Ти пан над панами Тебе буду я, Все життя прославляти Тебе буду я, Все життя прославляти Царю мій, Пане мій, Ісусе кохане мій Заспіває моє серце знов Про Тебе про ясного, Щодав мир і щастя нам Про Твою безмежною любовь Алілуя Довго блукали ми, Слухали лукавого Покривилися наші шляхи І коли все згаснуло зіренькою ясною Ти зійшов у нашому житті Алілуя Вся слава Тобі, Вся велич Тобі І Ти один гідний, Хвалу всю прийняти Ти пан над панами, Ти цар над царами Тебе буду я, Все життя прославляти Алілуя, Алілуя, Алілуя Благословен Господь, Царь наш, благословен Спаситель наш, Алілуя Все народы, Все племена да восхвалят имя Господа Иисуса Христа Слава Иисусу Христу На веки слава Богу Святому и Истинному И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом данного нам, человеком, людям нам Человеческому роду Которому надвижало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Слава Господу Благодарю Бога Всемогущего Он действительно доказал свою любовь к нам Отдав Самого Себя за нас Отдав Сына Своего Единородного Иисуса Христа На крест На Голгофу, чтобы всякий верующий В Него не погиб, но имел жизнь вечную Ибо так возлюбил Бог мир Аллилуйя, слава Тебе Господь Слава Тебе Аллилуйя, Аллилуйя Роман подсоединился тоже, да, слава Господу нашему Доброго ранку Пастор Сергий Доброго ранку, Роман Слава Богу Привет из Киева Вот И Планирую в конце августа В начале сентября быть Как раз Уместе Лева В городе Льва Слава Богу Пусть Бог благословит вас Братья и сестры Дорогие друзья Церковной реформации Сегодня Сейчас совершим Причастие Рассуждая о теле и крови Господа Иисуса Христа Причастие совершается Тело и крови Иисуса Совершается не просто Нашими устами и желудками Нет Оно совершается Не просто Плотским нашим нутром А Совершается нашим естеством Внутреннего человека Нашим умом Нашей душой Нашим сердцем Роман Чекаем на вас Дякую Дякую Пан Роман Дякую Аллилуйя Брат дорогой Благоставляю вас всех Возлюбленные И принимая причастие В Харистию Хлебопреломление Рассуждаем о теле и крови Христа Только рассуждаем Действительно Достойно Не полуправда Полуправда Полумера Полувера Это вот На поверку Бывает Ничто Вот Хотя Конечно Порой И лучше так Чем ничего Конечно На безрыбье Как говорится Ирак рыба Вот Но Все ж Хочется иметь Полную веру Именно веру Божью Знаете ли Полуправда Бывает хуже Чем откровенный лож Порой Так вот И Дамы и господа Апостол Павел Писал Напоминаю Что И в его время Была такая же проблема Человек Он тот же самый Что в 21 столетие С гаджетами И с новыми технологиями Что С Сахой И с плугом Будем договорить Значит Вот В те далекие времена Брат Николай Да Подсоединился Доброе утро Братья Спасибо С воскресным днем Благоставляю вас Тоже Брат Николай И благоставляю Служение Кстати Сегодня в основном Христианские служения Церковные Именно сегодня Происходят В большинстве церквей В большинстве конфессий Деноминаций И пусть в каждом этом собрании Прославится имя Господа Иисуса Христа Совершается хлебопреломление Причастие В харистии Во многих церквях Но в православной традиции И в католической Это вообще каждое служение Совершается Каждое воскресение Обязательно совершается Это причастие Священнослужителями По крайней мере Вот И Но Причастие само Оно вот здесь Совершается в первую очередь И Павел писал О той проблеме Которая и сегодня Очень остра Он писал Что многие Ну не рассуждали О теле крови Христа Многие Ну Они конечно же Верили И по своему Как-то рассуждали Ведь да Об Иисусе Христе Как о спасителе Господе своем О крови Христа То есть Это же не совсем Бессловесное животное Там значит Или Безрассуждение Безрассудное Нет Безусловно Не рассуждали Но рассуждали Вот как вот И сегодняшние Тоже многие очень верующие К сожалению Рассуждают Как я порой рассуждал Также Порой В традиционном Находясь Ряды христиан Безрассудном И Наши Епископы Сегодня Смогут Только онлайн Подсоединяться К сожалению В Киеве На слухе Я знаю Если не будет Сюрпризов То В общем-то Я один буду Из епископов Значит Да Петро Пишет Да здесь Доброе утро Вы очень Необычный Батюшка Да Кстати Иногда бывает Так проповедую Где-то Либо путешествую Бла-бла-кар Допустим Значит Общаясь с людьми Либо Где-то в поезде Допустим Чаще всего Такие разговоры Бывают Общаясь с православными Многими католиками Я рассказываю О Христе О Господе Некоторым не говорят А почему наш Ксионс так не говорит Почему наш Священник так не говорит Или пастор Я говорю Вот не знаю Молитесь Говорю за вашего Священника За вашего пастора За вашего Ксионса Чтобы Вот он Истину говорил Всю истину говорил А не полуправду Вот И знаете ли То что Христос Умер за нас Умер за наши грехи Это полуправда Это еще не вся правда Это еще лишь Часть правды Да Это И вся правда С одной стороны С другой стороны Ну Для Новоначального Верующего Для Новообращенного Это может быть И вся правда Но Если копнуть глубже То это далеко не вся правда Это лишь Поверхностность Этой правды Это лишь Не глубина Это лишь Вот как бы Внешний вид Этой правды На самом деле Правда Гораздо более Интереснее Сама Вот Он не только Умер за всех нас За наши грехи Он Когда углубляемся Мы понимаем Что он умер Он умер лично За меня Во первых Потом Понимаем Что он Простил меня Простил все мои грехи Простил меня полностью То что было То что есть То что будет Вообще полностью Всего человека Вот Я Это амнистия Это прощение Как в Адаме Все умирали Во Христе Все живут То есть Это для всех Абсолютно Двери открыты Темницы Открыты Вот Но Люди сидят В этих Казематах Вот Опасаясь Даже Заглянуть За порог Темницы За порог Этой Там Карцера Или Этой Камеры Своей Знаете ли Да Удивительные истории Конечно Вот Это как пример Помните Павел и Сила Там они пели Восхваляли Бога И вдруг Земля потряслась Узо ослабели У всех Написано Не только у наших братьев Да Не только у Павла и Силы Но и у всех Там были разные Люди И я так понимаю Большинство сидело Не за веру Как наши братья А за реальные грехи За реальные Беззакония Это образ такой Тоже для Всего человечества И у всех Узо ослабели И двери распахнулись Вот так вот Удивительно конечно Вот значит И скажу что Но люди остались В этих казематах Они никуда не пошли Вот примерно Вот я представляю себе Такую историю Да Надо просто выводить Измученных на свободу Все Объявлять Что да Лето Господне Благоприятно Началось уже Все Все Уже два тысячелетия Амнистия роду человеческому Но за два тысячелетия Фактически мало что изменилось Люди по прежнему Сидят в своих казематах Предпочитают болеть И рано умирать Предпочитают Проклятие Беззаконие Не потому что Любят Потому что Свыклись Принюхались Знаете Это кажется своим Родным Уже Приросло Уже Прикипело И Пытаешься Это оторвать Больно Даже Человеку Знаете как бинты Там окровавленные Они уже Присохли Как на полигоне Было допустим Потом Пытаешься их оторвать Боль Такая Это бинт не твой И там это все Это не твое Но оно уже Прикипело к руке Так что Как будто Это часть твоего тела Ты чувствуешь это Но на самом деле Это не твое Наше благоставение Потому что Бог во Христе Он благоставил Весь этот мир Слава Богу Дар Божий Жизнь вечная Во Христе Иисусе Господе нашим И Бог хочет Чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Пришло спасение всех Бог Возлюбил Весь этот мир Не просто Отдельные категории Граждан Отдельные расы Отдельные конфессии Динаминации Отдельные народы Племена Нет Пришло спасение Ко всем и вся Во Христе Иисусе Господе нашим Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Но даже это Еще не вся правда Даже это Не вся правда Это тоже полуправда Если верить Что Иисус Христос Умер за грехи мои И я прощен полностью От всех грехов Это прекрасно Но опять таки Это тоже не вся правда Еще Это еще полуправда Она хороша Она прекрасна Но все равно Как любая половинчатость Она чревата порой Последствиями дубными И вот к сожалению Нечто подобное Тоже бывает В жизни многих христиан А в чем же вся правда А вся правда в том Что он не только За грехи наши пострадал Не только Простил меня всего Но он меня исцелил Он меня благословил Всеми благословениями небес Да А вот с этим Уже даже сложнее Принять это Не всякая душа Решится Знаете ли Не всякая душа Согласится Даже с прощением Грехов всех И то как бы Это чудно Для нас живущих Во временном измерении В временном этом мире Это чудно У нас есть прошлое Настоящее Будущее И нам Трудно Представить Даже вечность Нам трудно Представить Что агнет Заклон вечности Нам трудно Представить Что мы прощены И что Бог простил Во Христе всех нас Это трудно Представить Я понимаю Я сам человек Я живу В этом теле Я живу Как в хижине Я живу В этом временном измерении И я понимаю О чем говорю И мне это очень сложно Поэтому в каждом причастии Для меня еще один шажок Навстречу вечности Для меня еще Одно откровение Я часто причащаюсь И контактно И бесконтактно Бесконтактно Я имею в виду Контактно Когда беру хлеб Вино У меня сейчас В данном случае Виноградный сок И батон И хлеб у меня есть И нет этого Допустим Просто воды наливаю Даже Или компот какой-то И сухари какие-нибудь Чипсы Кола Я не знаю Что угодно Это контактное причастие А бесконтактное Когда я просто Допустим Даже еду где-то Иду по парку Прогуливаюсь Молясь И я рассуждаю О теле крови Христа Воспаряю умом Господу моему И погружаюсь В это размышление О теле крови Христа И я причащаюсь Тело крови Христа Но не вкушая Ничего абсолютно Даже воды и хлеба Бесконтактно Прочащаюсь Вообще Это постоянное Пребывание В родном Размышлении Это удивительное Переживание Вот И Так вот Принимая сейчас Причастие Друзья Принимаем Именно рассуждая Цельно Цельно Целомудрие Должно быть Целомудрие Не полумудрие Знаете ли Половинчатое Мудрование Нет А именно Цельное Мудрование Целостная Мудрость Правильный Взгляд на все На Бога На все На себя На все Происходящее Вокруг Целомудрие Спасибо тебе Господь По смиренному Мудрию Почитаем Один Другого Высшим Себя А по Целомудрию Мы Видим Все Правильно В правильном Свете Настоящее Целомудрие Это Любовь Потому что Любовь Открывает Как раз Правильный Взгляд На все Вещи На все И вся Спасибо тебе Господь Спасибо За причастие Тела И крови Твоих Спасибо Спасибо Драгоценный Мой Бог Спасибо Спасибо Телом Ломимым На Голгофском Кресте Я спасен Да Спасибо тебе Господь Кровью Иисуса Христа Агнца Божьего Пролив На кресте Я прощен Я исцелен Я благословлен Всеми благословениями Небес Ранами Твоими Твоими Господь Я исцелен Я и Отец Одно Ты это я Я это ты И ничего Больше не надо Нам Спасибо тебе Господь Спасибо 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 Христос Иисуса Христа Лозы Аллилуйя Иисуса Христа Спасибо Спасибо Господь Спасибо Алихаем За жизнь За жизнь мира Ты отдал Свою жизнь Слава тебе Аминь 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 Спасибо Господь Спасибо Спасибо Дорогой Спасибо Возлюбленный Спасибо Брат мой И друг мой Спасибо Господь И спаситель Спасибо Целитель И освободитель Мой Ты самый 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 Сильный Добрый Мудрый Красивый Во всей вселенной Спасибо Тебе Господь Спасибо За Голгофу За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь Вечную Вечную Бесконечную Вечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Благодарю Тебя Мой Бог Благодарю Тебя Отец Сын И Святой Дух Благодарю Тебя Благословен Ты Бог Создатель Всего Мира Творец Всего Видимого И Невидимого Искупитель Спаситель Целитель Слава Тебе Утешитель Аллилуйя Благословляю Вас Братья Сестры Возлюбленные Дети Божьи Благословляю Вас Всех Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Живите В любви Живите В любви Да Благословит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светом Лицом Своим И Помилуй Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Киева Божьей Милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевской Архиепископии Мир Всем вам И благодать Доумножится В познании Господа нашего Его Любви Святой Благодати Его Аллилуйя Спаситель Его Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Да Сейчас уже Еду Уже Да Надо выезжать Уже В 9 часов Добро пожаловать Добро пожаловать Он же Ну Вот Я думаю Я думаю Пока Здесь В Киеве Сейчас Надо будет Возродить Эту практику И сделать Такие Тематические Такие Не как газета А как Наверное Информационный листок Что ли Я так представляю себе Вот Ну посмотрим Посмотрим Или как брошюрки Какие-то Допустим Наверное Практичнее будет Брошюрку Все-таки Сделать Ладно Все Пусть Бог Благоставит вас До встречи Шалом Мир Всем вам И благодать